Калейдоскоп самых ярких и интересных событий, которые произошли в районе, как всегда в нашей постоянной рубрике Телетайп новостей. Накануне нового учебного года в Славянском районе проходит благотворительная акция, которая поможет детям школьного возраста из многодетных семей, а также прибывшим к нам из зоны военного конфликта на Украине, полноценно приступить к занятиям 1 сентября вместе со всеми ребятами. В акции по оказанию адресной помощи принять участие может каждый. Сбор школьных письменных принадлежностей, тетради, ручек, карандашей, ластиков, дневников, альбомов для рисования, пеналов, цветной бумаги, портфелей и других товаров школьного ассортимента организован по адресу. Город Славянск-на-Кубани, улица Набережная, дом 10, Центр социального обслуживания. Подробная информация по телефону 410-05-413-94. С 1 по 15 сентября этого года личное подсобное хозяйство славянцев, а также их дачные и садовые участки обойдут регистраторы. Их цель – уточнить сведения об объектах Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая пройдет с 1 июля по 15 августа 2016 года. Владельцев хозяйств регистраторы расспросят о площади их земельных участков, предназначенных для производства сельхозпродукции, а также о поголовье животных. Просьба к жителям города доброжелательно отнестись к работе регистраторов и точно ответить на все заданные вопросы. От этого будет зависеть успешное проведение грядущей переписи. Для уточнения по работе регистраторов обращаться в Славянский отдел госстатистики. Телефон 2-21-05. Неоднократно комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Славянского района и другие органы и учреждения информировали родителей о произошедших несчастных случаях с детьми по причине недосмотра со стороны взрослых. Только за полгода в крае произошло 14 случаев завершенных суицидов с детьми, 27 случаев незавершенных суицидов, 52 факта жестокого обращения с детьми, 24 случая, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. За 6 месяцев совершено 769 преступлений в отношении подростков, что на 45 больше по сравнению с прошлым годом. Уважаемые родители, не допускайте нахождения детей без присмотра взрослых на водоемах, объектах транспорта, вблизи железных дорог. Помните, жизнь ребенка важнее всех неотложных дел. С 1 июня по 1 октября этого года проводится комплексная профилактическая операция «Подросток». Главная задача мероприятия – организация занятости, отдыха и оздоровления детей в летнее время. Не допущение нахождения подростков в ночное время на улицах в общественных местах без взрослых. В целях исполнения детского закона в районе регулярно проходят рейды. Проводятся различные мероприятия, направленные на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения. Организовано временное трудоустройство подростков. Операция «Подросток» продолжается. Подведение итогов запланировано на 1 октября этого года. Весело и интересно, используя для детского здоровья, прошел праздник в 12-м детском саду. Он был посвящен православному празднику «Преображение Господня», в народе больше известного как «Яблочный спас». Мы привлекаем родителей к этому празднику, приобщаем детей к русским народным традициям, чтобы наши дети знали все традиции, свойства, вообще для чего нужен этот праздник. На праздники можно было и поплясать, и веселой викторине поучаствовать, и, конечно, вдоволь вкусных яблок наесться. Для этого были организованы различные игры и конкурсы. Редактор субтитров А.Семкин